Новость по поводу истребителей для Украины F-16 должна была быть сегодня существенно выше, но не хотел нарушать логику повествования, поэтому давайте сейчас обсудим. Появилась новость о том, что во время, ну об этом рассказал президент Украины, во время своей поездки сначала и в Нидерланды, и после этого, как я понимаю, в Данию поехал. В общем, Украина таки получит 42 истребителя F-16. После того, как США подтвердили передачу Украине истребителей четвертого поколения после обучения пилотов, это было главным вопросом, сколько. Потому что США это количество не называли, и тогда уже, конечно, там злые языки говорили, вот там дадут два этих истребителя, мол, так, чтобы просто галочку поставить и все. В итоге 42. Конечно, мы понимаем, что наверняка этого недостаточно, однако, ну, звучит, по крайней мере, так, ну, обнадеживающе. Вот, и в этом контексте вопрос остается теперь главный. Что попытает, мы не знаем даты, когда они, когда они прибудут в Украину, потому что точно даты окончания подготовки нет у украинских пилотов. И поэтому у России, получается, еще есть время каким-то образом нарушить эту поставку. Как вы думаете, какие рычаги может использовать Кремль для этого? Ну, рычагов у него, строго говоря, никаких нету, потому что эта поставка от него не зависит. Бомбить, так сказать, страны, которые будут поставлять F-16, они не будут. Они могут, правда, вот сейчас, в последнее время вы обратили внимание, что они бомбят ваши аэродромы. Вот, в последнее время, потому что там находятся летчики, плюс, ведь, те ракеты, которые Украина получила, английские и французские, крылатые ракеты, которые бьют на 250 километров, они должны запускаться с самолетов. И поэтому теперь у России появился геморрой, и, значит, они бьют теперь по аэродрому. Вот, здесь, в общем, я не думаю, что Российская Федерация на территории Украины или где-то там еще сможет что-то помешать, но вы правильно сказали, это дает времени. Вот самая ключевая вещь здесь, когда это будет поставка. Потому что, ну, хорошо, ладно, вот, этими обещаниями о том, что их поставят, вас уже кормят уже несколько недель, если не сказать месяцев. Вот, и если их поставят в ноябре месяце, то толку от этого уже никакого не будет, по крайней мере, на этот год, потому что в ноябре уже начнется распутиться, в ноябре уже не будут вестись те наступательные действия, которые ведутся сейчас, потому что у вас остается сейчас, строго говоря, месяц, ну, максимум полторы до распутиться осенней. Вот, дальше, конечно, хорошо, что их поставят, но они уже будут вам в помощь только при следующей волне контрнаступления, то есть весной следующего года. Нет, ну, еще и, конечно, это поможет усилить систему противовоздушной обороны. Все-таки мы понимаем, что Россия наверняка попытается опять уничтожать критическую инфраструктуру, чтобы погрузить украинцев там в тьму и холод, как это делали в прошлом году. Возможно, еще с этими целями, ну, вот я так себе представляю, если бы, ну, там, осенью, в конце осени мы увидим этот истребитель. Вы знаете, я бы сказал так, что здесь важнее не то, что сам истребитель, а что на него повесят, потому что ПВО – это ракета, которую вешают на истребителя. А если эту ракету не повесят на него, то истребитель сам по себе, в общем, ничего в качестве системы ПВО не сделает. Вот, и поэтому тут все зависит, будет ли решение одновременное, что на него повесят Атакамс, например, там, или такого класса, примерно, ракеты. Вот тогда это будет, конечно, очень серьезное, даже с опозданием, пусть с опозданием, но все равно с серьезной помощью. Но в любом случае это хорошие новости, потому что лучше и поздно, чем никогда. Да, однозначно. Вот еще о поставках вооружения. Довольно скандальная тема, которая развивается последнюю неделю – это отношения между Украиной и Израилем. И если гуманитарные вопросы по поводу украинских беженцев, там, отмены для них, там, медицинского страхования вроде бы как решаются, были заявления уже от Нетаньяху и с украинской стороны, что вроде как бы вопрос с украинскими беженцами в Израиле налаживается, им вернут медстраховку. Однако был еще один скандал, который шел параллельно, как сообщали украинские журналисты со ссылкой на источники в Совете национальной безопасности, а после этого информацию подтвердил и посол Украины в Израиле. Это то, что действительно на уровне послов серьезно обсуждалось и продолжает обсуждаться исключение Израиля из формата Рамштайна. Все из-за того, что Украина якобы обвиняет Израиль в том, что, возможно, через именно их представителя информация о поставках вооружения из формата Рамштайн утекают в Российскую Федерацию. И вот давайте сейчас, может, даже не про Израиль, а в целом, да, вот какие усилия, наверняка, Россия прилагает для того, чтобы действительно получать информацию изнутри вот этих обсуждений формата Рамштайна? Чем это чревато для Украины, если подтвердится, что у нее есть там люди, которые, ну, свои какие-то, скажем так, ну, неофициально представители, которые передают ей информацию вот эту важнейшую о поставках оружия? Вы знаете, это очень серьезный вопрос и, к сожалению, очень сложно контролируемый, потому что, когда вам помогает коалиция из 55 стран, и вы должны координировать, естественно, работу всех этих 55 стран с военными ведомствами, с Министерствами иностранных дел, с руководством стран, с премьер-министрами, с офисами премьер-министров, с офисами президентов, то получается очень много, на самом деле, народу, которые обладают допуском к военной тайне и к поставкам и так далее. И в этом смысле совершенно понятно было, что вот Украина даже американцам не всегда рассказывала то, что она хотела делать на поле боя, потому что она понимала, что даже если Пентагону рассказать, вот мы помним этого мальчика, которого там поймали в январе месяце, ну его поймали позже, но в январе месяце он сливал, начал уже сливать какие-то документы, да, мы помним этого самого немца, которого тоже поймали в разведке немецкой в декабре прошлого года, который тоже имел допуск и доступ к информации. И на самом деле это очень серьезная проблема, потому что нельзя ограничить очень резко круг людей, которые допуск имеют к этой информации, потому что слишком много вопросов технических, которые надо прорабатывать с экспертами и на уровне логистики и так далее, но все это чревато, конечно, утечками, это очень серьезная вещь, и, строго говоря, вообще ее, пожалуй, даже невозможно решить радикально. Ну это и настораживает на самом деле, но, скажем так, если оценивать намерения России, вот получать эту информацию, то есть на что может пойти Кремль, то есть это что? Это шантаж, подкуп, не знаю, потому что все-таки люди, которые объединяются, ну те страны, которые объединяются в формате Рамштайн, они тем самым подтверждают свою однозначно антикремлевскую, но если не говорить антироссийскую, то антипутинскую позицию, и как бы странно, наверное, после этого идти и Путину передавать информацию о поставках вооружения. Нет, ничего странного здесь, к сожалению, нет, потому что вы сказали, это страны объединяются, а дальше в этих странах есть конкретные чиновники, вот мы видели этот скандал на этой неделе, когда чиновник из аппарата Столтенберга вам говорит, пожалуйста, вещь, которую в принципе политически нельзя было произносить ни в коем, ни в коем, ни в коей мере, но чиновник это по глупости или там, я не знаю, по недосмотру это сказал, мы понимаем, что, конечно, такие разговоры идут постоянно, вот, но он не имел права это говорить, а он сказал. Вот то же самое происходит и в формате Рамштайна, то есть есть, во-первых, во всех этих странах, ведь мы не должны забывать, что большинство этих стран является демократическими странами, а если демократические страны, значит, там есть политическая жизнь и там есть оппозиция, и там совсем не факт, что, значит, что всегда чиновники, которые имеют доступ, разделяют политические взгляды тех начальников, которые принимали политического руководства, которые принимали это решение. По этому поводу вот есть такая вероятность, что просто человек по своим убеждениям, допустим, запутинец, но работает как чиновник в администрации, которая проукраинская и антипутинская. И тогда этот запутинский чиновник будет делать все, что, во-первых, затормозить все эти процессы, во-вторых, слить их Российской Федерации. Вот когда вы меня спросили, какие основы, основы все старые, шпионские, то есть деньги в основном, у кого-то есть просто недовольство, что ему находится недостаточно в высокой работе, что его недооценивают и так далее. Кстати, в этом ряду мотиваций обычно контракт-компромат занимает самое последнее место, потому что компромат – это самая неэффективная основа. Потому что если вы человека заставляете что-то сделать, то он вам сделает разово, а потом сделает все, чтобы от вас уйти. И всегда лучше искать для шпионов позитивную основу. И этой позитивной основе сколько угодно. Оппозиция, вот видите, бывший президент Саркази, кто его тянул за язык? Никто не тянул на язык. Сам вышел и, значит, начал вякать. Хотя такого рода мысли во Франции половина чиновников думает точно так же, как Саркази. И левые, и правые, и экстраправые, и кого только нет. И это, увы, проблемы демократических стран. Спасибо, что помогли разобраться, друзья. Вы, опять-таки, ваше мнение о скандале, ну и вообще о том, как развиваются отношения между Украиной и Израилем. Знаю, что вас тему это интересует. Вы оставьте мнение в своих комментариях. Будем еще эту тему обсуждать с дальнейшими гостями. Поэтому не поленитесь. Напоследок, Сергей Олегович хотел бы еще поговорить о, скажем так, военных достижениях Украины. Служба безопасности рассказала, как именно подорвала Крымский мост на день рождения Путина в октябре прошлого года. В общем, они показали даже фотографии этих ящиков со взрывчаткой, которые, кстати, вот меня что поразило, в тротиловом эквиваленте соответствовали 42-м ракетам «Кинжал», вот если брать по их мощи. В общем, взяли они эти ящики, обмотали пленкой такой специальной для того, чтобы пройти этот таможенный сканер. И что меня лично поразило, что доставить этот груз на мост помогли, внимание, российские контрабандисты, граждане Российской Федерации. То есть мы понимаем, что это спецоперация, которая долго готовилась, но сразу представляется какая-то огромная агентурная сеть, там, не знаю, как вербовка украинскими спецслужбами. В итоге что же получается, что, в общем-то, огромную лепту внесли просто люди, которые за деньги в России, ну, криминальные элементы по большому счету, да, которым разрешаются там работать, наверняка, которые платят откат. И после этого вполне возможно, что какой-то чиновник даже с этих денег, которые заплатили службу безопасности, получили, значит, откат, с этих денег просто взяли и помогли доставить такой вот груз на Крымский мост. Это, по большому счету, завтра что можно? Найти контрабандистов, которые завезут вот эти вот пленки со взрывчаткой, не знаю, на Красную площадь или куда угодно? Абсолютно так. А это именно так и произошло. И на Красной площади это такая же штука. То есть это, вы знаете, когда люди занимаются, хотят понять, что такое шпионаж, все исходят из Штирлица, из 17 мгновений весны, вот, из там супер-пупер каких-то шпионских фильмов голливудских. В жизни все гораздо более прагматично. И, кстати, если вы будете анализировать 17 мгновений весны, то я написал статью в свое время, и вы можете найти на моем профиле в ProZero.ru 17 мгновений туфты, где я вам рассказал, что все это туфта, и все на самом деле совсем не так, и все не так празднично смотрится, как это в фильме или в книжке, вот, что полная туфта, потому что, ну, грубо говоря, эта самая дама, которая там забеременела, кто ей мешал, там, 9 месяцев у нее было для того, чтобы уехать и родить в соседней стране. Штирлиц ей говорит, я могу тебя вывезти в Швецию, а что ты ее раньше не вывозил в Швецию, да, и вообще, ну и так далее, и тому подобное. Вот, и обычно, кстати, вот именно так все это и делается, в Российской Федерации, это настолько продажная вещь. Я вам напомню, что вот для того, чтобы у вас больше не было никаких сомнений вообще, как легко можно купить кого угодно, я вам напомню, что Дарью Дугину взорвали там в 20 километров от резиденции Путина, между Внукова и резиденцией Путина. То есть это там супер-пупер, там все, ФСО, ФСБ, те лучшие охранники, у каждого, на каждой даче частные охранники еще какие-то, и все. И это первое. Второе. Когда Беллинкет, вы помните Беллинкет? Организация, три безработных, три безработных и два пенсионера. От нифига делать, просто ковыряя в носу, от лени, от того, что нечем было заняться, соединились, сказали, дай-ка мы пороемся в базах данных у россиян, и попробуем найти этих мышки наибашировых. И они нашли все в этих базах данных, потому что эти базы данные сливают ФСБшники, игрушники сами за 10 баксов. За 10 баксов вы сливаете флешку, относите просто, чтобы ему там купить очередную порцию Макдональдса, тогда, когда еще Макдональдс и были. То есть, если вы пороетесь, как все это дело продается, то чаще всего это такая мелочевка, и такие маленькие деньги за это берутся. И на таком большом уровне это сливается, что просто слов не остается. И в этом смысле для меня нет никакого удивления, потому что вот тогда, когда Российская Федерация вышла, надула щеки и сказала, мы построили мост, и теперь к нему, ну никто вообще близко не может подойти, и вообще через него там муха не пролетит. Это какая муха? Это вы спросите у любого моряка, который ходит в загранку, что там на корабле возят, там тоннами возят что угодно, в одну, в другую сторону, кокаин, героин. Это вот мы знаем историю, когда сколько там, 400 килограмм героина с помощью МИДа вывозили из Аргентины, да? А тут они говорят, что у них то на муха не пролетит. Да какая муха? Там может пролететь стая слонов каждый день там, каждый час может слоны летать, и они их не заметят. Ну то есть сделают вид, что не заметят, потому что вы им заплатили 2 бакса. Уважаемые слоны, неуважаемые российские контрабандисты, если хотите поучаствовать, заработать денег, связывать с Службой безопасности Украины, будем вас залучать украинскую мову, как же что-то по-русски, в общем, приобщать, значит, к дальнейшим победам Украины. Спасибо, Сергей Олегович.